Всем привет! Для сегодняшней самоделки потребуется абсолютно любая, практически любая жестяная емкость. Это может быть емкость от каких-нибудь приправ, от кофе и тому подобных продуктов. Можно даже взять емкость от диафильмов. В первую очередь убираю краску. Она нам не нужна. Проще всего сделать это с помощью наждачной бумаги. Довольно крупнозернистой. Клепочка. Бедненькая. За мужчинами. Хочет мужчину. К слову, удалить краску можно и с помощью стальной щетки. Следующее, что необходимо сделать, это насверлить ряд отверстий диаметром 2 мм. Для наглядности и удобства разметки наношу покрытие с помощью обыкновенного спиртового маркера. Накернивание будущих отверстий произвожу с помощью шила. Сделать это с помощью стандартного керна не представляется возможным. Сильно тонкие стенки и использование столь тяжелого оружия может привести к серьезным повреждениям всего корпуса. Для придания более брутального внешнего вида я изготовил вот такой небольшой ярлык. И наша задача припаять его к одной из стенок. Для большей выразительности надпись покрываю патиной. Буквы гравировались на разную глубину, для того, чтобы создать эффект потертости и активной эксплуатации. Теперь потребуется отрезок бинта или ветош. Сложив бинт в несколько раз, укладываю его в корпус. Заливаю в емкость топлива. В моем случае это бензин-калоша. Соблюдая меры предосторожности, аккуратно подпаливаю. Поставлю небольшую емкость и попробую вскипятить воду. Спустя некоторое время вода закипела. Маловато для чая, но ничего. Основное преимущество такой самоделки заключается в простоте и скорости ее изготовления. Отлично подойдет для небольших походов. Когда нет необходимости и нет желания тащить с собой в рюкзаке баллон и газовую плиту. Такую штуку можно изготовить, как я уже говорил, абсолютно из любой емкости. Даже из банки из-под консервов. Главное терпение и смекалка. Пишите свое мнение в комментариях. Жм руку. Но посран. Всего хорошего. Пока.